Дупло для слона, яблоки-не-груши. Я считаю, что это шедевральное название. Да, добрый день, здравствуйте. Вы уже затронули частичный вопрос о начале ядерных учений НАТО, неполебимый полдень. Хотелось бы уточнить. В НАТО заявили, что с текущими событиями в мире их учения никак не связаны, и боевые заряды использоваться не будут. Однако западные СМИ ожидают, что в ответ на эти учения Россия проведет аналогичные учения стратегических ядерных сил. Как Москва оценивает эти заявления и целые учения? Ну, во-первых, мы, конечно, оценили название. Я считаю, что название американских вот этих спецучений это нечто, потому что неполебимый полдень открывает нам дорогу к размышлениям на этот счет. Ну, не знаю, следующие учения должны быть какое-нибудь, знаете, там, дупло для слона, там, яблоки-негруши. Я считаю, что это шедевральное название. И мне кажется, можно уже скоро объявить какой-нибудь конкурс на лучшее название для очередных НАТОвских учений. Мне кажется, они сами не справляются. Теперь непосредственно о сути вашего вопроса. Вне зависимости от того, увязываются ли упомянутые в вопросе учения НАТО их организаторами с текущими событиями или не увязываются, мы продолжаем усматривать, как я уже сказала, в них дестабилизирующую составляющую, связанную с самой сутью натовской практики так называемых совместных ядерных миссий. Мы последовательно указываем на то, что привлечение авиации и военного персонала не ядерных стран, о чем я сегодня уже говорила, Североатлантического блока, к отработке навыков применения развернутых в Европе ядерных вооружений США противоречит договору о нераспространении ядерного оружия. Ну и, конечно, создаёт очевидные риски для безопасности нашей страны. Подобная практика должна быть прекращена. Всё ядерное оружие США возвращено на их национальную территорию с уничтожением инфраструктуры для его оперативного развертывания за рубежом. В этом контексте у западных СМИ нет никаких оснований рассуждать о проведении России неких аналогичных учений. Да нет, мы таких аналогичных учений не проводим. Всё российское ядерное оружие находится исключительно в пределах национальной территории. Нестратегические ядерные вооружения хранятся, к тому же, исключительно в неразвернутом состоянии на централизованных складах. Что же касается тренировок российских сил и средств стратегического сдерживания, то они проводятся регулярно на основе и носят плановый характер.